Контроль над медиапространством США профинансирует СМИ в Сирии для противодействия России. 31 декабря 2019 года, 7.1. Юлия Гуреева, Анна Лушникова Вашингтон выделит 35 миллионов долларов независимым сирийским СМИ. Об этом говорится в документе Госдепартамента США, с которым ознакомился. А.Т. Штаты планируют бороться с пропагандой, которую якобы распространяют Россия и официальное правительство Арабской Республики. По мнению американской стороны, Москва и Дамаск мешают западной коалиции стабилизировать ситуацию на северо-востоке САР и привлечь власти к ответственности за преступления. Как считают политологи, деньги пойдут на создание очередных фейков, выгодных Западу. По мнению экспертов, США используют мягкую силу, чтобы поддерживать хаос на Ближнем Востоке и контролировать топливные ресурсы. Газдепартамент США намерен потратить до 35 миллионов долларов на поддержку независимых СМИ в Сирии. В гранте ведомства указывается, что одна из задач программы подразумевает противодействие дезинформации, которую якобы распространяют Россия и сирийское правительство. Укрепление потенциала сирийских СМИ в сфере противодействия усилиям по дезинформации со стороны России, сирийского режима и других государств, а также повышение способности сирийцев распознавать дезинформацию, говорится в документах, которые имеются в распоряжении. В Газдепе считают, что информационная среда в Сирии поляризована и разделена между сторонниками режима и оппозицией, а также курдскими и арабскими СМИ. Кроме того, по мнению ведомства, реальную картину конфликта в республике искажает дезинформация Москвы, Дамаска и Тегерана наравне с пропагандой экстремистов. Пропагандистские усилия экстремистских группировок и систематическая дезинформация со стороны сирийского режима, Россия и Ирана искажают восприятие конфликта, не дают международной коалиции по борьбе с их стабилизировать обстановку и препятствуют обеспечению мирного политического переходного процесса, предусмотренного резолюцией 2254 Совета безопасности ООН, говорится в тексте Гранта. Как поясняется, дезинформация изображает сирийскую гражданскую оборону, официальное название скандально известной организации «Белые каски» и умеренную оппозицию как террористов и называет постановкой химическую атаку в САР, которую, как утверждают авторы документа, якобы организовал Дамаск. Эти усилия, по мнению сотрудников Газдепа, сеют сомнения, подрывают действия коалиции по стабилизации на северо-востоке страны и мешают привлечь сирийский режим к ответственности за совершенные преступления. В Вашингтоне по-прежнему игнорируют очевидные доказательства инсценировки химатаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Напомним, сведения об инциденте поступили от неправительственных организаций, в том числе и от «Белых касок». Однако спустя два дня никаких следов отравляющих веществ на месте не оказалось. Кроме того, как выяснилось, ни один из найденных на месте трагедии и убитых не был жителем близлежащих домов. По рассказу свидетелей, тело специально привозили извне. В видеоролике же, послужившим подтверждением атаки, были задействованы подставные лица. С одним из актеров, 11-летним мальчиком Хасаном Дебом, представленным в качестве одной из жертв, удалось поговорить. А.Т. вместе со своим отцом он рассказал, как проходила постановочная съемка. К тому же в феврале 2019 года в подложном характере видеоматериала «Белых касок» признался продюсер британской телерадиообещательной компании «Пи-Би-Си» Риам Далати. Тем не менее, химатака в Думе стала поводом для незамедлительного авиаудара западной коалиции во главе с США по сирийским правительственным объектам. В конце ноября Минобороны России сообщила о подготовке новых провокаций со стороны «Белых касок» и террористической группировки «Хаят-Тахри-Раш-Шам», но на этот раз в зоне деэскалации «Идлиб». Соединенные Штаты не раз попадались на обмане относительно событий на Ближнем Востоке, заметил в беседе С.А.Т. профессор Нилфшо-политолог Олег Матвичев. Еще с иракской компанией американские СМИ попадались на лжи. По поводу «Белых касок» и постановочных атак собрано достаточно доказательств. Мы видим, как сейчас организация прячет хвосты. Ее хотят убрать из информационного поля, сказал эксперт. По словам Матвичева, получатели очередного американского гранта будут распространять исключительно выгодные своим спонсорам сообщения. Это приведет к новой волне фейковых новостей. Типичная история. Когда США в любой стране выделяют деньги на поддержку якобы независимых СМИ, значит, скоро заработают фейковые новости. Эти медиа полностью зависимы от воли Штатов. Фактически происходит вмешательство во внутреннее дело Сирии, добавил он. Разбалансированная информация в рамках гранта Газдеп США планирует поддерживать выпуск новостей и материалов по текущим событиям и на определенные темы, включая противодействие российской и иранской дезинформации, проведение журналистских расследований, создание программ о религиозных и этнических меньшинствах. Сирийцы нуждаются в доступе к сбалансированным источникам информации, чтобы эффективно содействовать стабильности и миру в САР, подчеркивается в документе. Также по теме обвинения в выдуманной необъективности, как в Европе рекомендуют противостоять российской дезинформации по Сирии аналитики финансируемого Евросоюзом проекта подготовили рекомендации Брюсселю, как бороться с российской пропагандой в контексте. Как утверждается в документе, хотя в некоторых частях региона репрессивное влияние сирийского режима и исламского государства сменилось более благоприятной для СМИ средой, независимая журналистика еще только начинает появляться, и ограничения для средства массовой информации сохраняются. В других районах на северо-востоке Сирии поддерживаемый режимом, Россия и Турция силы уже установили свое присутствие, что заставляет беспокоиться о способности независимых СМИ работать открыто и в безопасных условиях, продолжают специалисты Газдепа. Они также утверждают, что Москва и Дамаск ведут военные операции в Идлибе против оппозиции, хотя этот район был определен как зона демилитаризации. Стоит напомнить, что 17 декабря на военных сирийская армия в провинции Идлиб совершили нападения и террористы. Атаки и попытки организовать наступление и прорвать оборону правительственных вооруженных сил боевики продолжили и в последующие дни. Именно в ответ на такие действия ВСР 19 декабря развернули наступление на Идлиб, освободив десятки населенных пунктов на юго-востоке провинции. Как Россия, так и Сирия стремятся не допустить попыток превратить районы Идлиба в постоянное убежище для террористов. Эта позиция еще раз была озвучена 2 декабря во время встречи лидера Сарбаша Рассада и спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева. Борьба за нефть. Газдеп США оказывает финансовую и техническую поддержку независимым сирийским СМИ с 2012 года. Эти организации способны охватить подавляющее большинство аудитории в республике, упоминается в описании гранта. По данным опроса, проведенного в январе этого года, 84% респондентов из оппозиционных районов получают информацию как минимум из одного источника, поддерживаемого властями Соединенных Штатов. Сирийские медиапартнеры совместно производят и транслируют примерно 100 часов контента ежедневно. Государственный департамент США непрерывно и активно содействует независимым СМИ и борется с дезинформацией, подчеркивается в документе. Также по теме «Вспомнили про нефть и вернулись». Лавров о присутствии США в Сирии. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрей Нахалет Бен Ахмед Аль-Халифа провели переговоры в Москве. Они обсудили. Вашингтон спонсирует и другие программы в САР. Так, в этом году было выделено 40 миллионов долларов на реформирование сирийской судебной системы. Еще 75 миллионов долларов планировалось потратить на поддержку местных органов власти, гражданского общества. США ведут борьбу за нефтяные ресурсы на Ближнем Востоке и возможность их контролировать, считает Константин Блохин. По его словам, Вашингтон пытался разыграть курдскую карту, стравливая Анкару с Дамаском и Москвой, но ничего не вышло. Поэтому теперь он решил действовать комплексно и системно. Это и называется «мягкая сила». Штаты не собираются отказываться от того, чтобы сместить осаду и продолжить создавать хаос на Ближнем Востоке. Они будут пытаться дискредитировать законного сирийского лидера и Россию. Им важно показать, что усилия Москвы вредны и негуманны, а американское присутствие в САР было намного полезнее, отметил, в свою очередь, Олег Матвичев. Исламское государство, ИК, ИГИЛ, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Хаят Тахри Рашшам, Джабхат Фат Хашшам, Фронт Ан-Нусра, Джабхат Ан-Нусра, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Субтитры создавал DimaTorzok